Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. И тема моя очень будет интересна, потому что начну я свою тему проповеди с очень всем знакомой, до души знакомой отрывка из песни Эльдара Рязанова из кинофильма «Служебный роман». Кто помнит этот «Служебный роман»? И почему-то, когда приходит особенно Новый год, его крутят чуть ли не постоянно. То, что крутят с легким паром, это как будто через каждые два часа нужно его осмотреть. Я не знаю, почему его крутят во всех местах, где нужно, не нужно. Но суть-то в чем? Эльдар Рязанов написал стихотворение к фильму «Служебный роман». И все знают эти слова. «У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли снег, любое время года надо благодарно принимать». И на этом вся песня оканчивается. Вот кто из нас, любителей этого фильма, помнит все остальное стихотворение, либо всю оставшуюся прозу, которая там поется? Вот не, может один, вот один человек, он всегда поднимает руку, он все знает. А вот, как бы, большинство из нас, любителей, потому что, как бы, мы все-таки, это одна фраза, она у нас в голове, да, мы напеваем ее. Я хочу прочитать ее, прочитать всю остальную песню. От звуки душевной непогоды, в сердце одиночества печать, и бессонница, горестные всходы, надо благодарно принимать. Смерть желаний, годы и невзгоды, с каждым днем все непосильный кладь. Что тебе назначенная природа? Надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы, и любви, последняя благодать. Я не знаю, почему последняя благодать. Как и дату своего ухода. Надо благодарно принимать. Я не знаю, куда уходят люди. То есть, евреи часто, когда прощаются, не уходят. Все остальные не прощаются и уходят. Поэтому мы здесь на земле живем чуть-чуть дольше. У природы нет плохой погоды. Ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года, надо, не скорбя, благословять или благословить. Кто-то уже нашел это в интернете очень быстро. Слава Богу, за интернет уже начали быстро петь. Все уже помнят. Через интернет уже все помнят. Но суть. Когда я почитал эти слова, я начал думать. Я теперь не сюрприз для меня, почему так все грустно живут на Руси. Почему на лицах людей вот такое состояние, особенно в зиму. Зима-то не самое яркое время года, где мы наслаждением каждую минуту принимаем счастье. Кто из вас каждую минуту зимой принимает счастье? Мы вышли на улицу сегодня и сплошной лед. И мы говорим, Боже мой, как дойти в общину. Уже никакого счастья нет. Думаешь, где мои коньки? И как добраться до общины? Но суть именно в том, что когда приходит зима, у нас нет постоянной, каждой минуты радости. Я вот думаю, и назвать послание мое именно таким образом, где прячется счастье в зиму. Потому что общаясь с людьми, в молитве особенно, попав на молитву в этот раз, почему-то так было, стало для меня грустно. Смотря на лица других людей, стало сильно грустно. Не потому что они не молятся, а потому что понимают, что обстоятельства жизни никаким образом не предвестуют им радости. И вот вся печаль еврейского народа была на лицах. И сегодня, смотря на многих, тоже можно посмотреть на эту печаль. Что толкает нас к радости вообще? Что заставляет нас радоваться и вообще переживать радость? Вот это послание сегодня для вас и для меня лично. Но сперва хочу сказать, что нашим настроением, нашим настроением руководит никто иной, как кто-то, но не я. Что я имею в виду? Никто из вас вот прямо сейчас не сможет сказать, хочу радоваться. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну да-да-да, никто, никто. Вам нужна причина. То есть кто-то сзади, кто-то извне должен толкнуть вас на эту радость. Вот, ну да, есть высказка, смех без причины, признака сумасшедшего дома. Но при всем этом, на самом деле, мы не сможем сказать, давайте все радоваться, раз, два, три. И тут как бы у всех появится улыбка. Вместо того, чтобы как бы невозможно ее заставить. Но очень давно, я вот хочу сказать историю, которая поставит несколько точек к тому посланию, о которой я говорю. Когда еще до появления общины я возил своих детей в школу. И они очень любили ездить в школу на машине. Хотя недалеко было. Там нужно было пройти минут 15 до школы. Но почему-то они всегда любили ездить на машине, на большом джипе. Еще раз говорю, до того, как еще была община. На большом джипе, чтобы открыты были окна, люк с громкой музыкой. Подъезжать к школе, чтобы их увидели, их одноклассники. Ну, вы же понимаете, там еще те евреи учились в еврейской школе. Но они с большой радостью их вдохновляло тем, что они на большой машине, громким таким, что машина аж такая тряслась. Подъезжали к школе, они так помпезно выходили. Они до сих пор еще мне вспоминают эти все вещи, что нам было как бы так чувство, что мы с этим приезжали. Но к чему я это помню, как однажды, один момент. Мы выезжаем из дома, я тоже люблю музыку. И я поставил диск, ставил музыку, и мы едем. И это вдохновение. Знаете, у Руми Терене такое молитва, прославление. Оно на английском языке. Ну, как бы чувствуешь, что это приятно. И приятно, да. И я еду, и вот чувствую, что у машины появился свой разум какой-то, да. Своё действие. Думаю, либо это компьютер у него сломался от этой машины, либо какая-то вещь. А диски начали менять как бы песню. Знаете, как ходить? С одной песни на другую. Я думаю, возвращаю ее обратно, а она где-то опять начала песню убегать. То, как бы пытаюсь, поймал, и еду, и громко сначала. То выше, то ниже. То думаю, что такое. Ушел мир, ушла радость, начал нервничать. Я как бы напряглась. И к большому такому удивлению, мои дети сзади сидят очень тихо. Кто-то прокололся из них. Начал с меня прикалываться. И я понял, что они нашли на заднем сидении пульт манипуляции аудиосистемой. И с меня прикалываются. Реально. Они то больше делают, а я нервничаю. У меня ушел мир. У меня как бы... Я думаю... Вы знаете, как вот та бабушка, которая возила в Германию, которая ругалась на GPS. Я уже так на эту машину думаю, что с тобой происходит? И я понимаю, что кто-то сзади, манипулируя этим аудиосистемой, украл у меня радость. Украл у меня спокойствие. Все это ушло от меня. И вот мой вопрос будет к каждому из вас. Кто на вашем заднем сидении у вас крадет эту радость, стабильность и мир? Кто-то, сынок, я сказал, что радость, которая в нашей жизни, она регулируется чаще всего извне. То есть вы не можете сказать, буду радоваться. И уровень вашего мира, вашей радости, как громкость, которая может больше или меньше зависеть от тех, которые путешествуют по жизни с вами на заднем сидении. Вы идете вперед. У вас есть цели в вашем радостном служении, ваши цели в семье. Да, но кто-то извне пытается манипулировать радостью вашей жизни. Вопрос, кто это? Вы сказали, а, бесы. Но давайте не будем на все, за все ситуации нашей жизни оставлять ответственность на дьявола. Я думаю, что ему достаточно без нас. Да, еще наши проблемы мы на него накинем. Но в сущности, я хочу спросить, кто у вас в жизни манипулирует сзади? Вашу радость. Последнее время, хотя радость и для меня там по жизни, я вообще оптимист. Я энтузиаст, я как бы, я люблю радость. Я как-то смотрю на будущее немножко другими глазами. Я не пригружаюсь, даже если плохо происходит все это, да. Я хочу увидеть в каждой ситуации какую-то радостную новость. Но при всем этом, все больше и больше, я думаю и погружаюсь в понимание, что радость в Ишуа, как в песне говорится, сила моя. Вот радость в Ишуа, сила моя. Когда мне было 16 лет, вообще-то как бы я стремился доказать всем свои навыки какие-то. Что я что-то могу. Ну, подростки это как бы пытаются это тоже сделать. Я могу играть на гитаре, я могу играть там в теннис, я могу там одно, другое в компьютере, там телефоны, да, кто круче. В 16 лет я пытался доказать людям, показать свое как бы умение, свое радостное такое состояние, что я, какие-то мои навыки. Примерно после 20 я пытался уже быть радостным отцом, да, как бы так, показать, что я нормальный, я нормальный папа, как бы парень, все нормально у меня. Где-то к 30 я думал, что уже иметь, как бы, что иметь вообще дом, машину и красивую жену, это уже достижение жизни. Ну, да, вот многие люди, вот молодые люди, да, если ты в 30 лет уже имеешь дом, машину и красивую жену, это уже успех. Ну, да, уже стоит как бы показать всем, вот, чего-то добился. Но когда уже после 40 я понимаю все, что я перечислил, и доказать кому-то, и быть отцом, и иметь свою машину, дом, жену, как бы, все остальное. И при том еще, знаете, вот иметь все это и не увеличивать, то есть иметь чувство, что надо что-то еще, уже нечего жить. После 40, думаешь, достиг всего этого, ну, и неинтересно, ну, не иметь радости в том, чем ты достиг, уже нет смысла никакого. Поэтому хочу сказать, что нам еще хочется еще и еще, и еще после 40. Знаете, как я говорил, 20 лет мне хотелось менять машины, в 30 хотелось признание популярности, в 40 лет хотелось влиять на кого-то, кого-то там, давай быстрее, да, больше каких-то проектов, каких-то, больше денег, да, потому что понимаешь, что еще, как бы, в 40 лет как раз начинаешь зарабатывать, нужно побольше денег, больше, как бы, ситуаций, проектов, наверное, в 40 лет хотелось еще евангелизировать все больше и больше и больше. После 50, я сказал, Господи, слава Богу, мне хочется больше радости от жизни, больше радости. Знаете, чему я радуюсь? Радуюсь, слава Богу, что выжил после инфаркта. Я уже говорю, слава Богу, что я вышел. О чем еще могу радоваться? Радуюсь, что нужно жить вообще-то, как бы, есть цели, для чего жить. Хочу радоваться о том, что уже имеем, да, то есть уже два года мы носимся со своей радостью, называется дом Божий, который хотим достроить, чему-то идти. То есть, такими словами, после 50 поменялось еще мышление, чего радоваться. Если, как я говорил, в 20 лет хотелось радоваться в машинах, в 30 лет хотелось, как бы, в семейных каких-то отношениях, там, радоваться после 40 хотелось бы, как бы, в деньгах и все, все больше и больше и больше, то после 50 нормальное отношение, что жив. Слава Богу, что жив. И от этого приходит радость. Радость – это выживание среди этого мира. Итак, чтобы много не говорить, вы сказали, Ребе, наше место Писания приведите. Откройте вместе со мной Якова 1 глава. Со 2 по 4 стих. Будет очень интересно. С великой радостью. Какой радостью? С очень большой. С очень большой. С совершенной радостью. Да? Или нет? Ну да, с совершенной радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. От такого поворота в жизни найти радость вот там, где в искушениях, я не ожидал. Ну что, Библия говорит, и то говорит. Что написано, да? Чернилами, то не вырубить уже. Оно написано. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание в вашей вере, веры производит терпение. А терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если вы хотите иметь все, а во всем этом иметь радость, знайте, что вам нужно пройти через трудности. В трудностях можно найти радость, совершенную радость. Скажите, Боже мой. Я другой перевод почитаю. Братья, ну и сестры тоже, мне кажется, что это скажет. Это только для мужчин. Когда говорится братья, там говорится и сестры у нас. Понимаете, да? Люди, радуйтесь, когда вы сталкиваетесь с различными родоискушениями. Оно мне надо. Братья мои, с великой радостью принимайте всякие испытания, зная, что ваша вера, пройдя через испытания, порождает терпение. А это терпение должно оказать свое действие, так, чтобы вы достигли совершенства и полноты, и не будет у вас изъяна. Вот, как я уже сказал, вот такого положения радости я не мог себе представить. Наверное, я не там искал радость. Потому что чаще всего из того мира, где мы вышли, и в том мире, где мы живем, понимание радости базируется на совсем других ценностях, чем в Библии. Потому что у нас радость мирская, и это то, что с нами приходит, да, мы часто базируем нашу радость на каких-то основаниях. Что-то должно произойти, чтобы чувства, которые нас удовлетворяют, то, что нам понравится, должно привести нас в радость. Но здесь, Яков, нам дают понятие различной радости. Радость, она не только плотская, вот это чувство, которое мы, чувство переживания, веселого ощущения и довольства. Мы не совсем понимаем, что есть радость. Какая она может быть? Что проходя через искушение, испытание, в трудностях, мы, как бы сказать, не совсем находим там радость. Это как бы не там, как мы выросли. Потому что у нас, если есть трудности, переживания, боль и нужда, там нету радости в этих отношениях. И с этим багажом чаще всего мы приходим в общину или церковь Божью, где мы пытаемся ассоциировать свою радость с тем, что мы пережили в мире. В прошлый раз хочу вам сказать, что я во время моей проповеди сказал, что я не могу сочувствовать вам, когда вы приходите своими проблемами. Я знаю, что многие люди как-то напряглись о том, чтобы, наверное, к пастору и реберам не нужно подходить. Он нам не будет сочувствовать. Не будет вообще чувствовать, что мы хотим. Поэтому лучше не подходить к нему и так далее и тому подобное. Друзья, я хочу поправить себя, чтобы вы понимали, что я имею в виду. Я хочу сказать, что я вас услышу. Если вы придете ко мне, мы будем общаться, да? Я вас услышу. Я услышу вашу боль, ваши переживания, ваши трудности. Я смогу с вами разобраться в том или ином моменте вашей жизни, чтобы об этом помолиться, чтобы это придать Богу, чтобы вместе мы прошли этот путь. И если это будет каким-то исповеданием, я хочу гарантировать вам, что это будет безопасно, никто об этом не узнает. Вот что я имею в виду. И когда вы хотите, чтобы я как бы плакал, и как бы горестно, я могу это просто сделать ради вашего уважения. Понимаете, да? Но я честно хочу сказать, что я буду слышать о том, что проходит. Потому что то, что вы проходите, проходили и пророки, и мы проходили. Но знаете что? Наши переживания, наше прохождение трудностей, они различны. Но мы все, каждый из нас, каждый из нас проходим через трудности. Каждый из нас проходит через испытания. Они относительно друг друга, они различны. Но по сущности, нет ни одного, чтобы не прошли испытания. как многие из нас понимают, что искушение, или более точнее сказать, жизненные трудности, испытания, что это как колорит. Знаете, вот приходите в эпицентр, и там множество есть различных оттенков краски. Вам говорят, какой оттенок краски вам нужно? и ставят такой вверх, да? И ты начинаешь теряться. Неужели столько краски в этом мире есть? Как многие из вас понимают, что как вот много цветов и оттенков краски, столько и ситуаций по жизни существует. Одна на другую не похожа. Какой-то другой оттенок, какой-то цвет, и она на одну другую не похожа. Поэтому Яков описывает, что есть множество различных трудностей. Через много испытаний каждому из нас нужно пройти. Но очень много людей иногда проходит свои сложности в жизни, мечтая, чтобы собственные проблемы поменять на другие. Ну, оттенок-то проблем другой, да? И мы часто говорим, мне бы твои проблемы. на что мы намекаем? Что ты хорошо живешь, мне бы твои проблемы, а тебе мои. Да, вот как бы так вот. Вот с намеком. У нас какой-то принцип в голове существует, что мы можем обменяться своими проблемами. Ну, конечно же. Но кому бы не хотелось поменять свой недостаток с тем, кто имеет избыток? Да, вот так. Кто бы не хотел поменяться с богатым человеком, когда у тебя ничего нет? Два человека, слава Богу. Знаете, так вот, ну, зачем тебе его проблемы? Да? Зачем тебе? Тебя не ищут ни кредиторы, ни бандиты, ни должники, ни тем, кому ты должен. У богатых свои проблемы, свои причуды, но проблемы у него не меньше, чем у тебя. Знаете, как люди, так скажем, неженатые. О, мне бы их проблемы, я бы быстро навел порядок с ними детьми, с мужем, нормально. Не бы его проблемы. Не знаю, как мне сложно не быть женатыми или не иметь детей. Тоже такие люди хотят поменяться. Замужество на незамужество или наоборот. богатство на небогатство, на нищету. А те, которые машину не имеют, толкаются в маршрутке, вытащили кошелек, то еще что-то. Знаете, ты нервничаешь, смотришь через окно на тех, кто мимо проезжает на машинах и думаешь, как они нормально, быстро доехали да на работу. А те, кто на машине и стоит, чинит колесо и видит проезжающую мимо маршрутку, думают, как хорошо было, когда я просто ездил. Я как бы не тратил деньги ни на бензин, ни на колесо, ни на ремонт. И теперь сейчас надо еще поехать в центр города, поставить машину так, чтобы его акватор не забрал, не дай бог. Закон же, не там парканулся, потом заплатишь в три раза дороже. Как мы хотим поменяться на разные ситуации. У каждого собственное испытание веры. Услышьте, мы послание сегодня о радости, хотя я говорю о проблемах. Потому что у каждого из нас есть разные испытания веры. Радость не результат того, что о тебе говорят люди. Какой он хороший, как он достиг всего. И ты думаешь, ой, как хорошо, а мне говорят. Это не фактор того успеха в обществе. Радость это не то, как о тебе говорят. Сегодня у нас там 34 кандидата в президенты. И еще не все. У всех большая радость стать президентом. Кто им завидует, я не знаю. Не говоря уже о том, что многие из нас путают слова испытания со словом искушение. Хотя и Библия говорит, Яков говорит, когда впадает в большие искушения. Мы вообще-то забыли, что такое чувство и понимание. И путаем иногда то, что называется искушением и испытанием. Так как искушение плоти связано с нашими плотскими желаниями, а испытания это события извне, которые проводят нас через основу поведения и реакцию в обществе, основываясь на наших убеждениях. Правда? Это разное. Хотя Яков использует в этом месте Яков использует слово, которое относится и к тому и другому чувству. Другими словами, испытания и искушения на греческом языке одно и то же слово, только и то и другое связано одно с экономическим состоянием твоего бытия, а другое с плотскими желаниями, которые внутри нас. Но Бог дал нам разные инструменты, как удержать и то, и другое, как подходить к одному и другому слову, то есть искушение и испытание. Нам очень важно понимать, потому что у каждого из нас хотя бы свое понимание. Один из примеров. Если мы искушаем дьяволом, да, Писание говорит, что? Противостоять ему. Да? А в другом месте говорит, когда вы испытываем его, то принимайте. Интересное выражение, да? И инструмент у нас, который Бог нам дает, в искушениях мы должны его что? Чтобы не сильно влились в то, что я говорю. Или только я один такой завелся тем, что я проповедую. Потому что я понимаю, что это важно для меня, лично для меня. Когда мы проходим именно искушение, когда мы искушаемся и сне, и мы должны противостоять дьяволу в нашем искушении. Но когда мы проходим через трудности и испытания, мы должны что их принять? Но многие люди, они путают. Тогда, когда нужно противостоять искушение, говорят, давай, давай, и много, давай мне сейчас. А то, что нужно принимать и противостоять, они принимают, а то, что нужно принимать, они противостоют. Трудности мы начинаем, там, в бизнесе, мы начинаем противостоять всем. Вместо того, чтобы принять, рассудить, посчитать, вызвать бухгалтера и юриста, чтобы тебя не посадили, нужно разобраться с этим, принимать нужно. То есть мы именно путаем позиции. Там, где нужно противостоять, мы принимаем, тогда нужно принимать, мы противостоем. Для нас необходимо понять разницу, научиться из Писания, где разница между одним и другим. Нам нужна мудрость свыше для распознания одного и другого чувства, которое внутри нас. Поэтому 5 стих, вот послание к Якову 1 главы, говорит, если у кого из вас не достает мудрости. Слышите, не просто мудрость, он перечисляет как раз испытания нашей веры. И после всего, говорит, если у вас не хватает в голове мудрости немножко, где разобраться, когда приходит искушение, нужно его толкать, а когда приходит испытание, нужно его принимать. Когда не хватает мудрости, как поступать, то он говорит, то он должен спросить у Бога, который щедро дарует людям и не ищет недостатка. И Бог даст ему. Интересно, что Бог даст. Если ты просишь мудрости в этих обстоятельствах, Бог даст. Нам нужна мудрость в развлечении всего того, что вокруг в этом мире. Как отец, мне приходилось много проходить ситуации, как много и родители. Проходить через время с моими ребятами, которые попросту называются «половая зрелость». Ну, как я и сам проходил свое время. Самое интересное с этим временем, знаете что? Что его нельзя избежать. Вы согласны, нет? Ты не можешь избежать. Я понимаю, что хочется заснуть. Проснулся, ты уже жена, трое детей и все в порядке. Но избежать половой зрелости невозможно. Невозможно дать инструкции, что с этим делать. Со всеми инструментами, которые тебе Бог дал. С моими ребятами приходилось это проходить. И само собой, тоже в жизни. Невозможно это изгнать из человека. А у нас начинают изгонять. Приходят ко мне. Я говорю, я знаю, смотрю на глаза. Я говорю, я знаю, что ты хочешь, чтобы это прекратилось. Да, не могу я тебе изгнать. Потому что то, что Бог положил в основании умножения человечества, ну, невозможно изгнать. Разве что обрезать все. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть эти искушения, они Богом созданы, но нужно научиться, как противостоять. Что нужно сделать. Вот как я уже говорил, это не мы, не как люди, не можем избежать этих перемен нашей жизни, этих испытаний, искушений. Это жизнь. Есть то, что еще называю искушением, просто зла. Уже будучи взрослым, каждый из нас проходим через искушение зла. Иногда мне кажется, что весь ад ополчился против меня, против, со всеми искушениями, со всеми вещами, которые вокруг меня, как бы. И мне приходится делать этот выбор. Выбор противостояния или выбор принятия тех испытаний, через которые я прохожу. И говорю о разнице между искушением и испытанием. И когда мы говорим и понимаем, что есть испытание и искушение, и мы понимаем, что есть испытание и искушение, тогда приходит четкое развлечение между словами радость и удовольствие. Я все это говорил для того, чтобы сказать две вещи вот эти. Когда мы понимаем, через что мы проходим, через какое искушение или испытание, тогда, если мы понимаем в жизни, тогда придет к нам понимание, что такое радость и что такое удовлетворение. То есть довольство такое. По этой причине. Однажды я наткнулся на футболку у верующих. Люди любят носить футболки там, да? Типа, евреи за Иисуса, или там еще как бы, я не еврей, но я как бы верю в Иисуса, или что-то еще типа этого. Я счастливый там такой, потому что я верующий и так далее и тому подобное. И вот на футболке было написано, нет Иисуса, нет радости. Я думаю, нормально. Ну, как бы так, евангелиционный, ну, как бы, это вызов. И люди могут спросить, ну, типа, в чем суть? Ты можешь евангелизировать? А я посмотрел на это, думаю, ну, как это странно. Но есть какие-то удовольствия и наслаждения в жизни без Иисуса, что же еще есть? Макдональдс, независимо, он вкусный, независимо от того, ты знаешь Иисуса или не знаешь Иисуса. Ты кушаешь, он вкусный. Мамины вареники, или мама моя любит делать пельмени. Мамины пельмени, независимо от того, что я спасенный или нет, они вкусные. Правда? В момент есть чувства, которые ты понимаешь, что смеяться и хорошо провести время шуткой можно, и не, как бы, не имея понятия спасенный человек или нет. Но, послушайте внимательно, что я хочу сказать. Но разница в том, что радость, которую мы переживаем в чувствах, они намного глубже, чем те временные, мирские чувства поржать, поиздеваться над каким-то временным удовлетворением. Понимаете, о чем я говорю? Для верующих человек они становятся глубже. Глубже тем, что у нас есть пища, которая на столе. У нас благодарность маме, которая сделала эти пельмени. Когда ты кушаешь, и ты думаешь, мамочка, спасибо тебе. Ты переживаешь не только на себя, а за маму, которая сделала эти вкусные пироги. Вы слышите, нет? У верующих человека становится чувство благодарности. Бог заинтересован сделать нас святыми, да, как говорят люди. Я часто слышал от таких проповедников старой закалки. Когда многие на заре харизматического такого движения, многие входили в такие чувства радости, посмеяться, потанцевать с весельем. И упреки в адрес со стороны консервативного протестантизма были таковы. Бог нас призвал и готов сделать нас святыми, нежели смешными. Мы не должны быть смешными. Мы должны быть святыми. Мы должны показать этому миру святость, а не смех. И намекая на улыбки, которые мы переживали, на то чувство, которое мы переживали, на те удивительные вещи, которые мы переживали. И вот момент здесь, нужно разобраться с этим. Консерватизмом, который говорит, что о святости нельзя путать о том, что нам не нужно радоваться. Один из примеров. Кто из ваших, вот из родителей здесь сидящих, хочет видеть своих детей постоянно грустными? Прибитыми, пониженными, горбатыми, несмотрящими. Я не вижу ни одного папу, который бы не радовался о том, что дети радуются, что они получают удовольствие от жизни, о том, что они учатся, что они играют, что они возрастают в нормальном мире. Правильно? И я думаю, что нельзя сравнивать святость с радостью в противоположности. Радость в библейском понимании делает гармонию в еврейском слове, вот именно симха. Мы любим говорить «Тора симха», то есть радость Торы. В чем она состоит? Вот это слово «радость» включает в себя еще нечто. Это благословен человек, он радостный, он благословлен, он счастливый, он смеющийся и в восторге. Одно и то же слово, которое в еврейском, в еврейском, такая емкость в этих всех словах. И Бог хочет, чтобы мы имели эту радость. Когда Яков говорит «Братья мои, с великой радостью», принимайте, да, он имеет в виду следующее. Считайте это благословением, что впадаете в различные испытания. Считайте эти благословения, когда вы проходите через трудности. Считайте это благословением. И многие люди на меня так, вот я вижу, что смотрят на меня такими глазами. Я что-то потерялся, пастор, да, я что-то потерялся в этом, я не понимаю. Как это возможно? Именно, друзья, вы увидите, чему я веду. Кто регулирует вашу радость с задних сидений? А если вы двигаетесь вперед, кто это регулирует? Он говорит, считайте это благословением. Считайте себя счастливыми людьми, когда вы впадаете в различные трудности, переживания. Мне бы ваши проблемы, да? Вспомним, да? Мне бы ваши проблемы. Братья, радуйтесь, когда вы сталкиваетесь с различными родоискушениями. Первое послание Иоанна 1,4. Если я пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. Ой-вэй. Совершенная радость в проблемах? Ситуация, которую я должен решать? Конечно, с восторгом принимайте жизнь. Как возможно, ближе к себе. Принимайте. Удовольствие ассоциируется с радостью у нас, у людей. У нас. Кушал вкусное мороженое, да? С наслаждением. И вот чувствуешь эту радость. У нас ассоциация вкуса и чувств, да? Пересекается с чувствами радости. Мы миксируем это. Если нам хорошо, если мы хорошо покушали, если у нас вкусненько, хорошо, тогда это ассоциация с радостью. Как только перца съел, ты можешь... Начинаешь мыть это... Это уже не радостно, уже начинаешь плакать от этого всего. И не знаешь, как избавиться от перца. Послушайте. Радость не зависит от удовольствия. Радость не зависит от удовольствия. Хотя удовольствие вполне зависимо от радости. В нашем понимании радость контролирует обстоятельства. То есть обстоятельства жизни контролируют тем, что мы выражаем. Это вот ошибка. Но Ишуа предлагает противоположное понимание. Противоположное тому, к чему мы привыкли. Которое нам не всегда в силах уразуметь. Глубину. Последнее время, как я говорю, за последние 10 лет. Услышьте меня внимательно. Последние 10 лет. Отличается от тех предыдущих. Раньше для нас, даже в трудностях, в таких переживаниях, мы получали радость. Один из примеров. Мы тяжело жили. И каждый раз, когда мы даже делали ремонт дома, мы получали радость, что мы смогли сделать ремонт. Хотя трудно жили. Слышите, нет? Когда мы шли, где-то тяжело поработать. Но мы, когда мы все вместе это делали, мы получали радость за то, что мы сделали. Но последнее время мир и социальные сети смогли сделать то, чего мы даже не предполагали. Базируясь на социальном просмотре всей жизни, которая мелькает сегодня у людей, мы почему-то, по какой-то причине, начали вести себя как мир. Если у меня нет улыбки до ушей на всех фотографиях, хотя там может быть плохо, но улыбки нету, если нет вот этого сзади какого-то антуража счастливого фотографии, тогда что-то с нами не в порядке. Вы слышите, нет? Мы автоматом, каким-то образом влились в систему мира. И если у нас нету состояния радости, о чем вот тут фотография, как у всех. И многие люди говорят, а, ну, как, я же давно разочаровался во всем. У вас все в порядке. У вас семья, посмотрите на ваши фотографии, вы улыбаетесь, у вас счастливая семья. Да? Ты не знаешь, сколько нам мне стоило, чтобы сделать эту фотографию. Сколько раз мне нужно было сфотографировать, чтобы все смеялись в этот момент. Сколько мне нервов застратилось сделать это все. Нужно 15 минут было. Особенно групповая фотография. Знаете, я за женщин говорю. Мужчинам это все равно. Они все равно кислые. Им все недовольно по жизни. Все не так. У женщин наоборот. У них все не так, но нужно показать, что у нас все нормально. И вот самое интересное, что когда, вы посмотрите, собирается 5, 6, 10 женщин, один фотоаппарат. И каждый начинает говорить, дай мне посмотреть меня. И когда не нравится, переделайте. Сколько нервов там нужно. Но у нас на самом деле, мы полагаемся на социальные сети, мы себя ассоциируем. Если у нас нет хорошей фотки, нет у нас, не видно нашей радости, значит со мной что-то несчастье произошло. Помогите, спасайте. У меня несчастье. У меня нет радости. Каждый день. Каждый день должна быть радость. Открываешь фейсбук, радостный. Можно сказать, я уже давно обнаружил, что у меня не такие ценности, как у вас, поэтому я не радостный. Друзья, мы себя ассоциируем чаще всего с другими радостями. Не собственные. Кто на заднем сидении регулирует твою радость? В фейсбуке. На что ты смотришь? Давление внешнего мира, оно очень-очень различается от того, что на самом деле происходит. Становится все тяжелее и тяжелее. Чувство депрессии, чувство неудовлетворенности жизни высказывается на людях. Но автор послания к евреям дает нам некий намек. Нечто, ответ на наше состояние сегодня. Я сегодня говорю не только в общине Орхомашех, или Жебетель, или Симха, Бейт Симха, не только Ахава-Яшуа, но и другие общины, которые могут нас смотреть, людям, которые смотрят нас. Хочу сказать ответ, рецепт, который дает нам послание к евреям. Что, что может быть не походить нам в разум? Он говорит, что радость имеет свои корни. Послание к евреям, 12 глава, 2 стих. Откройте, если возможно. Взирая на начальника и совершителя веры, Иешуа, он говорит, хотите знать радость? Посмотрите на того, у кого есть начальник веры, того, у кого мы верим. Сегодня мы не обращаемся к неверующим людям, которым нужно Евангелие, которым нужно поповедать, которые никогда не знали Бейшуа. Я сегодня обращаюсь к тем, кто уже давно верующий, ассоциируется с верующими людьми, но живет, как будто ад сорвался на всех вас. Он говорит, взирая на начальника и совершителя веры, Иешуа, который вместо предлежащей ему радости потерпел крест, приобревший посрамление и воссел одесную престолу Божию. Вы скажете, что-то непонятно здесь сказано. Вместо предстоящей ему радости, он перенес боль и крест. Еще раз. Перед тем, как он будет радоваться предстоящей ему радости, он потерпел боль и крест за всех нас. Другой перевод говорит, он ради будущей радости перетерпел крестную смерть, унижение, позор, теперь сидит в правую сторону Божия, престола. Слышите, нет? Слышите или нет? Он смотрел на радость, как причину своих страданий. Радость это ваше восприятие будущего. Как вы смотрите на ту цель, которая стоит перед вами. Если вы целью ставите счастливую семью, и вы к ней идете, то проходя через трудности семейных отношений, вы будете радоваться, потому что вы придете к той цели, где будут эти взаимоотношения, которые вы смотрите. Но если вы не ставите целью своей счастливой семьи, то что бы ни происходило с вами. Давление, депрессия. Вы будете в депресснике ходить, потому что вы женились и замуж вышли. Вы понимаете, о чем я говорю? Ишуа, видя результат своих страданий, наше спасение, и это давало ему радость. Это. На самом деле, вот это понятие для меня дает свободу. Радость – это не отсутствие несчастья. Вы понимаете, мы говорим, как дела, все хорошо. Радость – это не отсутствие несчастья. Или насущность удивительных ситуаций, которые у вас в жизни происходят. Это цель, которую мы ставим перед собой. Счастье – это цель, куда мы идем. Что я имею в виду? Когда Ишуа добровольно, зная, что ему нужно перетерпеть боль, страдания, унижения, оплевания, терзания его тела, да надсмешки, зная, через что он должен пройти, и он целью видел, и как конечной итогом, радость. О спасении каждого из нас. Это не означало, что он висел на кресте без боли. А, он говорит, да, он же святой Бог, он даже мог... Все эти гвозди на его руках, это могло быть с поможением его радости. Аллилуйя, слава Богу, я страдаю. Он, умирая, страдал за нас. Боль терпел, зная, к чему он идет, к той радости. И в нашей жизни, я, возможно, плохой пример сделал, но в нашей жизни, если мы хотим иметь эту радость, что вот влечет нас к этой радости, то мы должны понимать, что мы должны принять нашу жизнь, даже при своей боли, при ситуациях, мы должны принять и чувствовать целью моей радости, проходя через трудности. Я надеюсь, что я мог и могу донести до вас свое послание. Ишуа претерпел крест и унижение. Он не нашел радости в своих страданиях, как и каждый из нас. В наших собственных страданиях мы не находим радости. Кто из вас радовался, когда он заболел? Радовался, когда его ограбили? Радовался, когда ему ногу оттоптали в этом самом маршрутке? Он не получал восторга, вися на кресте. Его причиной была боль за нас. Есть разница прохождения боли и страдания с конкретными целями, чем без них. Когда мы знаем, особенно женщины, которые рожают, они проходят через муки родов, и если есть цель родить, они не смотрят на эти трудности, переживания, боли, потому что радость в конце – новая жизнь. Вы слышите? Может быть, для мужчин сложно понять, но вы должны тоже, мужчины, понять, через трудности, переживания, через без боли невозможно даже иметь счастливую семью. Невозможно получить что-то, счастье. Но если мы поймем здесь, в нашем разуме, один из примеров, еще скажу так, почему я так вот сильно говорю об этих вещах, у меня еще есть время. Однажды, когда моему сыну было пять лет, я так как о Татьяне сейчас буду говорить, мы, как еще, до того, как мы приехали в Украину, мы всей семьей любили плавать в бассейне. И вот один раз Рома прыгнул на Татьяну, схватил ее, и они чуть не утонули. В то время Рома весил, может, килограмм 30. Скажите, ну ничего себе. И Татьяна говорила, сынок, когда она готова, прыгай. Она ловила его. 30 килограмм, это как будто тренировка, знаете, как нормально. Когда ты ожидаешь, что он тебе 30 килограмм прыгнет, ты его схватил, это как нормально. Но когда ты не ожидаешь, что 30 килограмм на тебя упадут сверху, ты в воде, и это все тебя грузит вниз, это смертельное состояние. Вы понимаете, о чем я говорю? Чаще всего мы реагируем на ситуации, что они на нас падают без ожидания. Ишуа и шел на крест, зная, что его ожидает. Поэтому он мог это нести. Когда мы начинаем понимать, что жизнь, и от жизни мы должны ожидать всего, что написано в Писании, мы должны ожидать это. тогда мы способны нести этот груз радостно, без сюрпризов. Но когда мы не готовы, когда мы без... Ах, да кого-то это. Ах, давайте не будем служить, ай, давайте не будем молиться, ай, давайте не будем делать то, другое. Мы просто приходим на собрание, чтобы отвязаться, или там классно повести время, либо поговорить о ком-то. И вдруг во время этих всех незнакомых разговоров, вижняков, внезапно приходит тать, да? Приходит ситуация, которую ты не ожидал. Я хотел бы, чтобы вы понимали, откуда приходит... Откуда приходит радость? Кто регулирует эту радость? Радость, это цель до того, как она станет чувством. Опять, помните, я говорил за вареники, или же за пельмени. Вот этот пельмень, который я пытаюсь взять, это цель моей радости. Я его взял, перед тем, как оно станет чувством удовлетворения, у меня должна быть цель. Я знаю, что многие слюнки пускают уже, как бы так, без целей всяких. Но сама суть жизненной радости в нас в голове, к чему мы стремимся? Получить радость в семье, в служении, в учебе, в работе, куда? Есть люди, которые ненавидят свою работу, которые одну работу бросают и идут к другой, потому что они не видят ни цели в ней, ни чувства, и они так по жизни идут. Тигалим говорит в 15 Псалмы 15-11 Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицем твоим, блаженство в деснице твоей вовеки. И мне понравилась сегодня первая песня, которую мы пели. Она как раз подходит к этому части. И перед тем, как мы закончим собрание, и хотелось, чтобы мы еще раз ее спели. Симха, радость, веселье, торжество, торжественный пир. Радость означает эти все слова. В твоем присутствии мы получаем радость, то есть дар. Возможно, это не так, как ты хотел бы, но Бог говорит, я хочу, чтобы ты радовался в твоем присутствии радость жизни. Но хочу вам одну вещь сказать. Бог не будет воздавать тебе за твои хорошие дела. вот хорошо себя веду, вот тебе, на тебе, радость, ты хороший мальчик, держи. Радость не зависит от наших хороших дел. Радость даже не зависит от того, что мы находимся в этой синагоге или в другой храме и так далее. Бог не лимитирует себя своим присутствием либо воздаянием за твои хорошие дела. Бог говорит, посмотри, где ты находишься, посмотри обстоятельства, в которых ты находишься, нахожусь ли я там в твоих обстоятельствах и если да, тогда там будет твоя радость. Интересно, но я не могу сфокусироваться на том, там, где есть Бог и то, что Он делает сейчас в моей жизни, когда я наблюдаю за посторонними, когда я наблюдаю за тем, другим, третьим, а не нахожусь в фокусе моей цели, моей радости, в моем Боге, в собрании или это дома или где-то в домашней группе, когда я наблюдаю за другими и мне говорят, Рэбе, ну что вы меня постоянно видите, посмотрите на других, вы меня замечаете на инстаграмах и так далее, а вы других не видите, я знаете, как отвечаю, другие не выставляют на инстаграмах ничего, поэтому я не вижу, то, что ты мне говоришь, я не вижу, и я нахожу свою радость по одной причине, я не наблюдаю за другими, я могу указать, потому что Бог мне покажет какие-то вещи, но если я начинаю рассматривать, что происходит в других жизнях, как Бог там делает, что Он делает там у них в жизни, больше скажу вам, если вы три года назад попали в какую-то ситуацию, вы об этом думаете, переживаете, то у вас нету цели радости, вы не достигнете ее, потому что только в моем присутствии, в моем присутствии есть радость в жизни, и Писание говорит к римлянам, 14 глава, 4 стих, кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим господином он стоит или падает, он будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его, я не говорю о том, чтобы нам не быть ответственны за наши поступки или за поступки людей, которые в общине, я говорю о том, чтобы мы увидели цель своей радости в Боге, и что Бог делает сейчас во мне, в моей жизни, что проходя этот путь, я получил эту радость, и если я не буду замечать, буду смотреть на другие, то я не получу своей радости, буду завидовать их радости, почему-то на инстаграм у них получается эта улыбка, а у меня нет, почему-то у них в жизни больше подходит успех, а у меня нет, радость. Недостаток нашей с вами радости заключается зачастую не в том, что мы имеем, а в том, в чем мы настойчиво рассматриваем, в том, что мы любопытны, мы не можем получить радость. Вместо предлежащей ему радости он взял страдания. Как вы думаете, смотря на страдания своего сына, Бог был там? Да, он еще сказал, или, или, ломаса лохвани, Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил? Но если вся земля полна его славы и Бог висущий, он везде находится, видел ли он страдания своего сына? Пускай идет, пускай идет это, пускай идет. Видел ли он? Бог участвовал там, и Бог участвует в твоих страданиях, в твоих страданиях, в ваших переживаниях, в вашем испытании. Вопрос Божьего присутствия уже не стоит, потому что вся земля полна его славы. Имейте нрав несреболюбивый, довольте с тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину. В любых обстоятельствах он не покинет. Но вопрос стоит, где ты в своих обстоятельствах? Где ты находишься в этот момент, когда ты пришел на собрание? Где ты находишься, когда ты приходишь на домашнюю группу? Где ты в своих мыслях, в своем рассуждении, в своем осуждении? Где ты находишься? Где твой фокус? Мы можем натянуть улыбку, показать, что мы счастливые, а можем очень серьезно всматриваться в тот фокус, который у меня есть. И если бы я сегодня поставил две фотографии с моими детьми или внуком, где он на меня лазит и так далее, и я там улыбаюсь, вы скажете, о, счастливый Саба, счастливый дед. А с другой стороны, вы фотографии, где бы Татьяна поставила, где я серьезно смотрю свой iPad, и напротив внук тоже на меня так смотрит внимательно в кипе, вы сказали бы, он игнорирует внука. Но если я вам расскажу предысторию с этими фотографиями, я бы сказал бы, вот на первой я злой до невозможности. Хотя вы видите улыбку, потому что когда он на меня залазил, он мне по голове коленкам дал, пока я упрашивал, он не лазил, у меня он, это, Иван, он мне все поднялась, аж и бед, поэтому фотография получилась такая. А когда я вот сижу серьезно такой, вы скажете, он напряженный, я скажу, нет. Мы с ним общались, я ему читал, мой фокус был на том, что предоставит мне радость, когда мой внук вырастет. Мы можем натянуть свою улыбку, а можем быть сосредоточены. И мой призыв сегодня во время поклонения сказать вам, выберите свой фокус радости. Еще поэтому говорит, радость ваша да будет совершенствовать. Фокус. И несмотря через что ты проходишь, у тебя должен быть фокус радости. И даже если ты проходишь долину смертной тени, ты знаешь, что там тебя ожидает радость после больницы, после капельниц, после, может быть, переломов, а возможностей других ситуаций. Тебя ожидает радость. Поэтому она совершенна всегда. И проходя эти трудности, давайте передадим Богу эти ситуации в Его присутствие совершенная радость. Давайте мы ставим наши ноты. Я призываю сегодня каждого из вас, если даже вы пришли сюда первый раз, может быть, несколько раз приходите в общину, и у вас двоякое состояние о жизни. У нас есть привилегия, те, кто узнали, что Бог жив, что мы можем проходить трудности, не так мы проходили в мире. Потому что мы в мире решали свои трудности путем ругательств, путем решения вопросов, кто-то кулаками, кто-то судебными вопросами. но приняв еще мессию мы проходим трудности немножко другими чувствами, поднимаем к нему руки и говорим спасибо. Перед тем, как они встанут чувств, переживания, сладости или удовлетворения, у нас должен быть фокус. Я к этому призываю. Я верю, что новое положение для всей церкви, для всех общин фокус кто мы в нем и где он находится с нами. Видим ли мы, что мы проходим вместе. Крест Голгоф не забрал боль, но дал возможность радоваться, пройдя этот путь. Ишуа знал поэтому говорил забери эту чашу от меня. Я знаю, что это больно, это неприятно, это ужасно, но да будет твоя воля. И написано ангелы укрепляли его. Укрепляй и сегодня я молюсь, чтобы Бог и ангел Господь не укрепили вас через все то, что вы проходите. И вот то, что здесь написано, радостно. Исход радостный, выход радостный. Аминь. Поднимаю к тебе наши руки. Говорим туда Ба-Ба. Все красивые красивые дрожи сверху любви продюсер все все красивые с Продолжение следует... 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 И если вы приехали сюда, получили ответ многим вопросам на вашу жизнь, то не зря поехали по сплошному льду. Это стоило, да? Я думаю, да стоило. Повернись к своему соседу и скажи, классно, что ты приехал. Амин. Наше собрание закончено, и я не хочу отпустить вас без молитвы Аарона, которую всегда мы поем. Давайте все вместе научимся. Да, мы с тобой поем, Паша, а все остальные подпевают. Это благословение, оно важно для каждого из нас. Я хочу, чтобы вы просто провозглашили и сказали в себе и вслух эти слова. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицем своим, помилует тебя. Да обратит свое лицо Господь на тебя и даст тебе свой мир, свой шалом. И весь народ сказал аминь. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.